Эта книга уникальна. На 140 страницах редкие фотографии, дневниковые записи, даже ноты. Авторы издания признаются, задача и стояла в том, чтобы не сделать очередной фотоальбом. Это был принципиально важный момент, чтобы были еще и нотные записи, и расшифровки любимых песен. То, что сейчас самая любимая песня, вот их мы и решили все-таки помещать. И таким образом получилось, я не могу сказать, что это прямо научная книга, нет, но это замечательная книга, которая показывает как раз все разнообразие того, что называется «Семейская песня». Семейская песня, понимаете, простая песня русская, она же вот как распевается, ну, допустим, скажем, «Сдумал Ванюшка жениться», да, можно спеть, «Сдумал Ванюшка жениться», а по-семейски она распевается. «Сдумал Ванюшка жениться», да, понимаете, вот как, это очень красиво, лирично. У нас бабушки говорят, разделывать надо песню, не распевать, а разделывать. Так и разделывает песни народный хор истоки уже полвека. Коллектив называют особым ярким явлением для Бурятии. Уникальность диктует самобытность. Семейские сумели сохранить духовный опыт дренерусского мира, добились признания на международной арене. Так в 2001 году ЮНЕСКО внесло творчество семейских в список шедевров устного нематериального наследия человечества. При этом, сохраняя традиции прошлого, артисты живут настоящим. Мы как-то более цивилились, отошли немножко, да, а теперь вот возвращаясь к этим истокам, это, конечно, считаю, что это богатство именно духовные народы. У коллектива насыщенная гастрольная жизнь. Только в этом году они успели побывать в Китае, в Монголии и, конечно же, исколесили районы республики. Новогодние каникулы также пройдут в рабочих буднях вместе с песней, с которой и жить, и трудиться проще. Она вдохновляет каждого из нас, заставляет двигаться вперед, но и не забывать о своих. Корнях.